Итак, мы начинаем! На сцену спешит наш участник и его четвероногий друг Леонид Беляков, город Иваново. Я из города Иваново, мне 50 лет. Работаю в видеоархиве, работа очень увлекательная, занимательная, интересная. Ну и, конечно, куча увлечений и хобби. Люблю фотографировать, гулять в лесу, природу люблю. С друзьями мы часто праздники в лесу прямо встречаем. Лёня узнают давно, выросли с ним в одном дворе, вместе росли, занимались спортом. Ну, катаемся на лыжах иногда в парке. Надеюсь, что жюри оценят по достоинству мой номер. Моя заветная мечта сделать шоу с улыбками, с юмором. Все друзья, все ребята, мы за него болеем, чтобы он выиграл, чтобы он первое место занял. Я свои выступления посвящаю зрителям. Лёня, давай! На минуте славы уже давно закончились кастинги и подходят к концу отборочные туры. В следующей программе участники получат последнюю возможность попасть в финал. А пока воспользоваться своим шансом Леонид Беляков со своим питомцем. Субтитры создавал DimaTorzok И дай, так И дай, так Ох, ко мне быстро, так Ко мне быстро, так Быстро, так Быстро, так Нога, 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 нога чах Спасибо, спасибо КОНЕЦ КОНЕЦ Для Леонида очень важно показать зрителям, что собака выступает в роли артиста, а не в роли выдрессированного животного. Именно поэтому их совместные репетиции длятся максимум 10 минут и не перерастают в дрессуру. Баланс на носу. На ее. На носу. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть! КОНЕЦ 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 Ой, Чаха, ты моя женщина. Саша, ответь взаимностью. Она не может. Она не ошибается. Она женщина, и ей нравится мужчина. По-моему, это нормально. Ой, ну вообще чудо. Чаха, я не знаю, как тебе угодить. Если моё «да» поможет тебе как-то угодить, то я говорю тебе «да». Хоть я и женщина, прости меня. Вы знаете, друзья, спасибо вам огромное, во-первых, за эти оценки. Я вижу замечательного нашего прославленного актёра Борис Клюев. Всем известно, что вы очень любите собак. Если можно, мы вас приглашаем на эту сцену. Как вам номер, скажите, пожалуйста. Вы знаете, я потрясён. Я, честно сказать, такого никогда не видел. Я много знал цирковых собак. Я много видел номеров. Но вот это я увидел впервые. А у вас есть собаки ведь дома? Две. Тоже боксёры? Нет. Чёрный терьер и полуовчарка. Вы их дрессируете? Попытались когда-нибудь хоть что-нибудь там, лапку дай? Ну, конечно, да. Это всё. Но это на уровне очень определённом, на любительском. Вот такого мастерства мы ещё не достигли. Оказывается, Чаха ещё и петь умеет. Как петь умеет? Она сейчас от такого счастья мне или она не сказала, споёт ещё? Пожалуйста. Думаю, что получится. Это песня называется «Голосуйте за меня» под номером, который появился на экране вашего телевизора. Спасибо вам большое за эту потрясающую встречу с уникальной Чахой. Леонид Беляков и его питомец произвели настоящий фурор. Все члены жюри сказали им «да», и теперь триумфаторы направляются в золотую комнату, где их ждёт певец и композитор Марк Тишман. Вот она, героиня вечера, любимица публики и жюри. Дай лапу, дай, моя красавица. Леонид, а скажите, как вы считаете, можно про Чаху сказать, что у неё талант? Или всё здесь заслуга дрессировщика, то есть ваша? У неё талант есть, потому что вот так застывать, как монумент, и смотреть так на публику, я её не учил, это от неё идёт. А как вы обнаружили в ней этот талант? Ну, я очень долго наблюдаю за собакой и смотрю, как она себя другими собаками, с людьми ведёт. Это уникальное животное, потому что она даже маленькие вот эти брыли, видите, да? Да, да. Если она что-то, если сюда вцепляются, она даже не укусит маленькую собаку. Очень терпеливо, не знаю, у неё такое... То есть кроме того, что она талантливая, она ещё очень добрая, Чаха. Да, 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 очень. Ну что, значит, не зря за неё проголосовали все, не зря, но так всем понравилось. Чаха, мои поздравления. Саша, как ты считаешь, пародист, допустим, и собака, ну вот как выбирать? Я думаю, что это вполне нормально, потому что «Минута славы» — это народный конкурс. И по праву и собаки, и взрослые, и дети, и пародисты, и кто угодно имеет право на выступление. Тем более этот номер, я думаю, заслуживает действительно место в финале. Ну вот без какого качества невозможно стать артистом и невозможно произвести фурор? Без трудолюбия, усердия, ну и, наверное, отчасти денег. Трудитесь, друзья мои, и тогда успех Чахи может прийти и к вам здесь, в золотой комнате, на «Минуте славы». Ура!